пять ступеней скажите в течение месяца каждый раз вижу перед сном всегда иногда даже очень четко больше большое озеро верхушки деревьев лица людей бывает животных дом даром ясновиднее не владея чтобы это могло значить на что мне нужно обратить большой обратить внимание спасибо вам заранее когда человеку показывают очень четкие сны это говорит о том что человек высыпается его сон глубокий не нужно в этих снах искать какое-либо предначертание предназначения считаю что в этом ничего такого особенного нет случае если вы видите верхушки деревья в воду то все эти сны хорошие такой вот такой вот интересный такой вот интересный эпизод одна из учениц моей школы начала проводить обряды которые связаны с закручиванием стихий помните о юке хун за ампе маки хун за и так далее вот я давал мантры которые могут заставить в течение там часа появится дождю или появится ветру или появится холоду и так далее об этом рассказывал на одной из старых ступеней по моему на 3 старый это назывались мантра микола чакры для управления погодой такие тайны их как бы в открытом виде не даю и вот ученица решила в дождливую погоду убрать этот дождь хотя бы на час для того чтобы собрать цветы и после чего накрутила и у нее появился сумасшедший фурункул или конъюнктивит и там очень тяжелое такое состояние ну и общаясь со мной говорит как-то так очень странно потому что взяла я это и после этого у меня это появилось почему так может это так наказали вся тема заключается в том что когда вы начинаете работать с другим человеком или когда вы начинаете работать стихиями или когда вы начинаете работать с чем угодно там есть правило одно из самых важных правил которые существуют это делать все не от себя а делать все через свое духовное имя то есть целительством заниматься не как там андрей дуйку а как там духовный и дальше духовное имя ну вот таким образом если это делается через духовное имя таких побочных эффектов вашу сторону не возникает кстати пользуясь случаем несколько слов еще и духовности доброте чем лечит человек другого человека самый простой способ вылечить человека это сказать себе я добрый человек и ощутить в себе эту доброту потом приложить руки к тому месту где у человека болит отвернуться и думать о том как вы испытываете состояние доброты вот это состояние доброты не нужно ничего представлять никакая энергия никуда не лить не течет там ничего этого не происходит вот это состояние доброты и есть то чем самом начале человек лечит другого человека это самые простые эзотерийские практики.